Эксперт, Армения с помощью внутренних ресурсов может сдержать инфляцию в Армении в условиях свободной рыночной экономики регулировать цены административными методами сложно, тем не менее государство должно вести такую политику, чтобы в сфере товарного производства удельный вес энергоносителей снижался. Об этом в беседе с корреспондентом Ньюс. М заявил председатель Союза отечественных товаропроизводителей Армении Вазген Сафариан. Этого, по его словам, можно добиться путем производства энергоносителей у себя в стране, если суметь увеличить количество гидроэлектростанций и объем производимой ими электроэнергии, то можно получить дешевую энергию. В этом смысле очень важна роль также АЭС, в энергетическом балансе нужно повышать удельный вес ГЭС и АЭС и параллельно с этим сокращать долю производимой ТЭС электроэнергии, поскольку ее цена зависит от тарифа на газ, — добавил Сафариан. Он считает, что такие меры в некоторой степени сдержат инфляцию, которая, однако, зависит как от внутренних, так и от внешних факторов. Например, если бензин импортируется по высокой цене, то понятно, что это приводит к росту себестоимости товаров, — заметил эксперт. Для обеспечения экономического роста, по его мнению, нужно вести мобилизационную экономическую политику и рационально использовать внутренние ресурсы. Та же медь имеет для нас стратегическое значение, благодаря которому можно развить новые направления. Однако необходимо экспортировать не просто сырье, в котором концентрат составляет всего 28%, продавая товар на три тонны, получаешь доход на сумму в одну тонну, а перерабатывать его и получать чистую медь, 99%, пригодную для машиностроения. Кроме того, в таком случае можно организовать производство кабеля, аккумуляторов для электромобилей и так далее, — заключил Сафарян. Отметим, что продовольственная инфляция в Армении к концу 2021 года превысила 11%. На этом фоне с 1 января 2022 года повысился тариф на воду — на 12%. Кроме того, с февраля могут вырасти также тарифы на электроэнергию, а с 1 апреля и на газ — в среднем на 6%, если будет удовлетворена заявка компании «Газпром Армения». При этом власти отказались повышать минимальную зарплату с 68 тысяч, примерно 140 долларов, до 100 тысяч драмов — аргументируя данное решение существенными инфляционными рисками в случае таких изменений.